Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Людмила Литвиц, коммерческий поэт, автор текстов различного характера, в том числе и песен. Здравствуйте, Людмила! Здравствуйте! Вы оппозиционируете себя как коммерческий поэт. Насколько на сегодняшний день это явление распространено и что это собой представляет? Вообще коммерческая поэзия, как и авторство в целом, это распространенное явление, распространенное в мире, в частности за рубежом, в ближнем зарубежье. Но конкретно у нас в стране это явление и конкретно этот бизнес, он еще не укомплектован и не упорядочен на данный момент. Все услуги в разброс, что-то где-то на сайтах можно найти. Но вот прям чтобы из этого сделать какой-то цель, цельный проект, можно говорить, что сейчас у меня одно это получилось. Каково ваше образование? Оно как-то повлияло на то, что вы делаете? Эта специальность, она представляет собой высокую духовность, моральность и, конечно, безусловную грамотность и начитанность. И поэтому я думаю, что это тоже является основанием и базой для моего дела. Вы в детстве писали стихи? Стихи, ну это были не стихи, а такие детские стишки, наверное. Такая шалость, баловство. Но я писала много каких-то рассказов, сказок, я читала их со стула, и все мои родные сидели и с умными лицами слушали все это. Говорили, как здорово. Людмила, скажите, а как вы поняли, вот в какую секунду вы поняли, что у вас к этому есть предрасположенность? Знаете, волею судьбы так сложилось, что мне пришлось обучаться в трёх разных школах. И, конечно, в любом случае начало — это всегда налаживание контактов каждый раз, каждый раз самоутверждение. И, опять же, это утверждение среди учителей. Ну вот мой козырь был то, что все мои учителя по русскому языку и русской литературе в один голос мне с первых же уроков говорили, что у меня вот есть какой-то талант, что у меня отличный слог, и что мне нужно обязательно какой-то писательской деятельностью заняться, может, журналистикой. Ну, я их вовремя не вразумила. Что сказать? А почему именно вы пошли на факультет социальная работа? И раз у вас уже была предрасположенность к литературе. Ну вот я думала, что я там больше пригожусь, как педагог, потому что, конечно, детей я очень люблю во всех смыслах. И сейчас, когда я стала мамой, я ещё больше поняла, насколько я люблю детей, насколько я уважаю детей. И вот мне казалось, что я способна быть педагогом, что мне есть чему научить детей. На каком жизненном этапе вы поняли, что ваш талант, литературный, так скажем, да, может превратиться в определённый бизнес? Ну, знаете, вообще, пока я училась в школе, училась в университете, времени особо писать уже более в таком взрослом возрасте, конечно, не было. И желания, помимо того, что есть какие-то задания творческие, их все получают. И вот я выкладывалась там на все 100-200%. Но для себя ничего не писала вообще. И вот когда уже я освободилась от этого груза, села дома, ну, точнее, сначала вышла замуж, а перед этим, конечно, закончила университет, потом вышла замуж, отправилась в свой счастливый отпуск декретный и поняла, что у меня много времени при правильной организации, есть возможность писать. А главное, пришло, знаете, ощущение того, что я знаю, о чём писать. То есть сначала я подумала, что есть возможность писать про себя, про свою дочку. Она меня очень начала вдохновлять с самого её появления. А потом уже я поняла, что нет, на этом можно зарабатывать. А что было первое, вот именно первое, с чего всё началось? Ну вот, знаете, да, я вот сейчас прокручиваю это в голове, каждый раз прокручиваю, просто для самоанализа. Просто, мне кажется, любому родителю хочется своему ребёнку оставить какое-то наследие. И моя мечта, чтобы мои дети, у меня, конечно, сейчас пока одна, но я мечтаю, что у меня их будет больше, чем одна, что им останется от меня вот какое-то моё дело, только моё, уникальное, неповторимое, что оно их будет кормить и, может быть, даже их детей. То есть вот это была именно вот такая сверхзадача какая-то в голове, что нужно придумать такое дело, пока я сижу дома и у меня есть время, пока я не пошла вот на новую работу и не отдала там все силы, выполняя задания, отдающиеся мне свыше, просто каким-то начальником. Вот пока я предоставлю на себе, нужно свою голову очистить и сделать что-то для своей семьи, не только приготовить, покушать и постирать. И вот сверхзадача была поставлена дальше. Ну вот, я подумала, так, что я умею, что я умею? Я умею писать сочинения. Так, хорошо, я получала в них в университете там 100 баллов из 100. Отлично. Давайте я буду писать сочинения. Захожу, значит, я на одну платформу рекламную, где подаются бесплатные объявления, и пишу такое скромное, скромное, такое совсем незатейливое объявление, что буду вам писать сочинения, обращайтесь. Ну, конечно, это не дословно. А потом думаю, что сочинение? Я же стихи могу. И подаю тут же… Вас понесло. Да, Остапа понесло. Ну и подаю объявление, что пишу стихи на заказ. Ну, потом, конечно, момент-то прошёл, я думаю, что я наделала, как это всё стереть? Ну, думаю, хорошо, пусть это останется. И представьте моё удивление, когда мне прошло два часа, я даже мужу не сказала, что объявление подала, и мне звонят и заказывают стихотворение. Два часа прошло. Я была в шоке. Первое стихотворение было о чём? Оно было для коллеги, для наставника, кстати. Вот мне кажется, это как-то, знаете, судьбоносно, потому что когда ты сразу берёшь работу, которая пропитана уважением, когда тебе нужно прям выкладываться на все сто, потому что человек хочет сделать хорошее дело этим заказом. Вот я прям, знаете, очень волновалась, переживала. Я это всё быстро написала, потому что, конечно, мне как... Ну, то есть это вот, я начинаю, это старт. Значит, мне нужно прям зубами, руками хвататься сразу по горячим следам, не оставлять на потом, никакой каши сейчас, всё, сейчас мы пишем. И вот я написала очень быстро, всё вот буквально там, то есть мне заказала девушка со всеми подробностями, она мне описала своего ментора. Я ей всё написала, и всё. То есть она рассчитывала, что я там буду дня два там это всё мусолить, извиняюсь за выражение, а тут я уже ей чуть ли не через тоже два часа уже готова. Замирайте. Конечно, этот стих, он для меня в памяти остался, потому что это вот моё начало такое, большое начало и очень серьёзное. И, конечно, клиентка была довольна, и это опять же тоже вот этот этап, когда ты понимаешь, что это не просто так, и что это не зря, это не глупость, не баловство, а это на самом деле дело, дело стоящее. Сейчас, спустя 9 месяцев уже прошло, да, после того, как был первый, так скажем, заказ, как на сегодняшний день выглядит ваше дело? Сейчас, конечно, моё дело очень серьёзно выглядит, имеет форму такую уже определённую, необтекаемую, когда там я выкладываю скромные объявления, чуть ли не с просьбой заказать у меня что-то. Конечно, сейчас всё упорядочено. Во-первых, я создала свой сайт, который не имеет аналогов на территории Казахстана. На территории Казахстана, на минуточку! То есть я всё в интернете честно проштудировала, все сайты, и не нашла ничего подобного, чему очень обрадовалась. Программисты написали мне уникальнейший сайт, потому что там буквально всё до шрифта создано вручную. То есть даже шрифт на моём логотипе, его делали ребята, сидели вручную, корпели над этой работой, всё сделали. Если вы пройдёте по ссылке litvitz.ru, вы сразу окажетесь у меня в гостях. Тут перед вами возникает перечень моих услуг, и сразу горячая клавиша «Заказать». То есть вы сразу с первой страницы, вот вы попали на отличную картинку, где, кстати, я, чтобы меня не теряли и знали, у кого вы заказываете. Вы можете сразу заказать. Не готовы заказать сейчас, опускайтесь ниже. Там идут описания работ. Соответственно, сначала их перечень, потом описание работ и, конечно, их примеры. Либо же это стихотворение, либо это песни, тексты песен, либо это сочинение, сет тоже с примером, очень хорошим примером. И либо же это рекламный слоган или лозунг. В данном случае, именно там, если вы пройдёте для бизнес-клиентов, раздел называется, вы окажетесь на стихотворении, точнее, на странице со стихотворением промоутерским. Там тоже всё доступно, понятно. Вы можете посмотреть отзывы благодарных клиентов. Там есть несколько отзывов. И, конечно, гордость моего сайта, чему я вот прям безмерно рада. У меня на сайте есть онлайн-калькулятор, который считает в двух валютах, уже в двух. Он сразу вам всё рассчитывает. Вы можете узнать, и сколько стоит ваша работа, в зависимости от количества слов, если это эссе, и сколько стоит стихотворение по количеству четверостишей, песня, рекламный слоган. Вы всё это можете узнать спокойно. И если вы с этой суммой согласны, то вы можете заказать. Опять же, там горячая клавиша «заказать». Ну, то есть, когда вы проходите по этой клавише, у вас влазит небольшая анкета, где вы оставляете заявку, она мне тут же приходит на почту. То есть вы всегда находитесь в режиме онлайн, в любой момент вы реагируете на все заказы? Всегда онлайн. Сколько примерно времени нужно на заказ? Например, если нужно сочинить стихотворение. Четыре четверостишься. Ну, примерно сейчас. Четыре четверостишья — это небольшой объём, но всё-таки день нужно взять. То есть за день вы можете сделать стихотворение? Я могу его намного раньше. Вообще, я открою вам секрет. Пишутся они, конечно, в течение часа. Просто можно написать в течение часа и отправить так, а можно написать быстро и отложить, чтобы не забивать себе голову. А потом прийти через часа три, перепроверить и всё исправить, если там что-то тебе не понравилось. Ну, вообще идеального-то ничего не бывает. Хочется всё равно довести до идеала. Ну, вот мой метод таков, что я беру себе сутки всегда на размышления, потому что хочется отправлять самый лучший вариант заказчикам. Вы лично встречаетесь со своими клиентами? Нет, я не встречаюсь лично. То есть вы работаете только по интернету? Только онлайн. Но у меня всё сделано так, чтобы людям было максимально удобно. Вам не нужно видеть, допустим, того человека, для которого вы это будете делать? Либо, например, рекламное какое-то сопровождение, стихотворение, может быть, слоган. Вам не нужно видеть картинку? Или это нужно? Что касается рекламы, это как раз отдельный разговор. Вот если я работаю с рекламными стихотворениями, конечно, я, во-первых, полностью захожу на сайт этого бренда, знакомлюсь, вот знаете, практически с момента основания этого бренда. Полностью всё, что есть, вся информация о компании, я всё это стараюсь учесть. Ну, это, конечно, большой плюс для меня самой узнавать больше. Ну, и для клиентов, чем больше ты знаешь об этом бренде, тем максимально точно ты попадаешь в дальнейшем. На сегодняшний день уже есть какие-то такие серьёзные заказы? Да, есть серьёзные заказы, и они успешно выполнены. Ну, в общем, Людмила, хотелось бы услышать, на какую категорию потребителей рассчитана ваша работа? Вообще, мой сайт настолько уникален и вообще является таким уникальным контентом, что он рассчитан абсолютно на любую категорию потребителей. Здесь себя найдут и любящие дети, креативные коллеги и друзья, такие творческие влюблённые, которые хотят подарить такие интересные, эксклюзивные подарки в качестве стихотворений. Также здесь себя найдут бедные, измученные жизнью студенты, которым вообще задают такие страшные, тяжёлые эссеи, которые вообще никак в их плотный график не вписываются и в занятость их. Также себя найдут ученики, которые вообще несовместимо с программой, им тоже задания всегда задают очень сложные. Вот, они себя тоже найдут на моём сайте. Ну и, конечно, себя найдут здесь бизнес-партнёры, опять же, повторимся, потому что многие сейчас находятся в поисках талантливых, креативных авторов. Вот, они обязательно найдут на этом сайте всё, что ищут. Скажите, ещё такой вопрос мне интересно. Допустим, давайте представим такую ситуацию. У вас после сегодняшней программы, пофантазируем, да, начнётся очень большое количество заказов, непомерно большое. Как вы будете с этим справляться? Одна. Получается, вы по факту-то работаете одна. Как вы вообще себе это представляете, если начнётся очень большое количество? Что вы будете делать? Ну, всё-таки для начала я буду тянуть одна. И вообще, я себе так представляю, даже в дальнейшем. Я, конечно, очень надеюсь, что моя творческая студия, так, кстати, называется мой контент, творческая студия Людмилы Литвиц, что это дело будет расти. И, конечно, я буду привлекать талантливых авторов. Но для себя я знаю точно, что как бы там ни было, в жизни бывает всякое. Я должна в любой момент заменить ровно столько талантливых авторов, сколько у меня будет работать. Что я должна уметь выполнять эту работу. Потому что дело всё-таки моё. И я хочу, чтобы оно было тем более семейным. Поэтому нужно стараться много заказов, много работать. Бывают такие моменты, творческий кризис? Ну, бывает иногда, конечно. С чем он обычно бывает связан? Какая-то... Начинается, конечно, с мелочей, с неудовлетворённости какой-то. Вот что-то не понравилось самой, но ничего сделать не можешь. Это вот, знаете, палка о двух концах. Вроде бы ты сидишь дома, работаешь, и ты сам автор, ты сам себе царь. Делаешь всё, что хочешь. Тем более, как я. Я монополист в данном случае пока что. А с другой стороны, мы сами себе самые главные строгие судьи. И вот когда нам что-то не нравится в себе или в своих действиях, вот хуже нет. И вот начинается всё с вот этой заковырки в голове. Вот мне что-то не понравилось, потом я это начинаю вынашить, потом начинаю перекладывать на другие работы, а потом всё это в общем затягивается. Я даже бывает, что перестаю вести вот свой информационный блог, который как раз транслирует мои работы, транслирует отзывы, как-то привлекает клиентов. У меня начинается затишье, я прячусь в кокон. Ну а потом, конечно, это всё... Ну чаще, конечно, меня клиенты вытягивают. Когда приходит какой-то такой отзыв здоровский, где тебе пишут, вот вы талант, здорово, я желаю вам успехов, вы на правильном пути и всего вам лучшего. И, конечно, в тот момент я думаю, ну что это я? Я же талант. Вот смотрите, есть такое интересное выражение. Ваш талант, да, вообще талант, он даётся Богом. Вы за него не заплатили, вам его просто дали. То есть это дар определённый, да? И существует такое выражение, когда есть у человека дар, и когда он начинает гордиться, да, гордыня, то в какой-то момент как дал, так и забрал. То есть есть такие моменты, что я сама себе говорю, так, стоп, гордыня уходит от меня, так, я мгновенный человек, я больше не горжусь. Есть такое, что вы сами себя внутренне тормозите? Да, если прям быть откровенной, я не горжусь собой, честно. Поэтому мне и тормозить себя некуда. Я обычно вообще сижу дома и комплексую, это моё дело. Это вот я себя бодрю иногда так, и меня бодрят люди вокруг, что нет, ты давай, прекращай, надо как-то себя превозносить, ценить больше, а я там что-то страдаю. Это вообще, наверное, часто такое бывает, что женщины мнительные сами по себе, по своей натуре. Нам сказали, что мы некрасивые вчера, а мы-то 10 лет помним. И как бы нас там ни накрасили, ни нарядили, и сами бы как бы себя не вели, вот мы это что-то там помним в голове. Поэтому нет, не горжусь. Да, если честно, и талантом, наверное, не считаю, это просто как-то звучит красиво. Хорошо. А как вы считаете, есть ли какое-то будущее и какое будущее у коммерческой поэзии? Знаете, будущее, безусловно, есть. Потому что поэзия, неважно, она коммерческая или бюджетная, она всегда являлась и будет являться универсальным инструментом для выражения чувств. И это неплохо, если за неё нужно платить. Потому что не все готовы слышать какой-то такой обычный язык общения. Кто-то хочет чего-то утончённого. И каждый имеет на это право. Каждый имеет право подарить какой-то эстетический подарок. Пусть это будет красивый стих, но он будет именно именной, опять же, извините за тавтологию, именно именной. Но, и, конечно, не развиваться в этом деле невозможно, потому что общество развивается с каждым днём. Какие у нас люди-то умные становятся, а какие придирчивые. И это в хорошем смысле придирчивые. Когда ты работаешь с клиентами, которые от тебя требуют постоянно, ты хуже уже не сделаешь. Ты каждый раз будешь делать лучше. Любой автор коммерческий, он с этим сталкивается, что стоять на месте невозможно. Но вот даже в моём творчестве, несмотря на то, что львиную долю вообще всего в этих произведениях, громко говоря, в этих трудах занимают слова о клиентах и по желанию клиентов, всё равно есть какие-то мои лирические отступления. И, конечно, чем дальше, тем качественнее они становятся, тем больше их. И я думаю, что в будущем это может перерасти в самостоятельные какие-то труды. Последний вопрос. Хотели бы вы, чтобы ваши стихотворения запечатлелись где-то в книге? Чтобы у вас вышла ваша книга? Не только коммерческое ваше предложение, а именно книга. Знаете, это очень щекотливый вопрос для меня. Потому что когда ты прячешься постоянно в тени и отдаёшь своё авторство. По сути, вы отдаёте своё авторство. Да. Ты не готов со временем появляться. Вот даже сейчас я говорю с вами, а мне трудно с вами делиться, потому что я как будто стесняюсь всего этого, потому что я привыкла быть всегда уже на заднем плане, что все лавры достаются не мне. Мне звучат отголоски вслед, то есть вот эта небольшая благодарность. Ну, большая, конечно, но удовольствие от своих стихотворений или эссе, я такого, наверное, не получаю, какое получают люди, истинно презентующие их. И поэтому, когда даже мой муж, он всегда говорит, нужно написать книгу, нужно что-то делать конкретно от тебя, от твоего имени. Не продавать, а именно просто дать массы. Я всегда думаю, «А готова ли я презентовать себя?» То есть для меня это, как, знаете, как будто раздеться. И, ну вот, правда. Потому что я все время привыкла прятаться. И поэтому для меня это такая тема очень чепетильная. Хочется, но колется. Спасибо вам большое, Людмила, что вы сегодня пришли к нам, рассказали о себе, показали себя. Я желаю вам, чтобы все-таки в будущем вышла книга ваших стихов. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова